Это одни из главных кандидатов на работу в финале. Ну и показывают нам лидеры Натали Хагман, так это вообще лидер среди бомбардиров. Она уже наколотила 62 мяча, и это больше почти на 20 ближайшего преследователя. Показывают нам Лору Глазе, вратарь сборной Франции, ну и, естественно, Джессику Рюде, вратаря сборной Швеции. Ну что, все официальные церемонии завершены, лидеров представили. Ну и разрешите представиться вашим комментаторам Юрием Демчук и Надеждой Муравьевым. Итак, Франция начинает. Надежда, привет. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Это действительно будет матч полный острых сюжетов. Такой же наша сборная России преподнесла болельщикам. К сожалению, да, мы в своем матче уступили. Ну а здесь будет много динамики, большие скорости, высокие скорости. Ну и совсем скоро мы все это увидим. Франция в белой форме, шведки в синей. И там же присутствуют традиционные желтые цвета. И стяжку начинают француженки. Здесь Рюде справляется с этим мягким перебросом. И Швеция в атаке. Ну и, естественно, там все через, конечно же, Робертс. А вот и Хагман смещается в центр. Доводится мяч до левого края. Швеция повела 1-0. Очень быстрая атака шведской сборной. Буквально доли секунды понадобились шведкам довести мяч до левого края. Итак, Франция у нас в позиционной атаке. Здесь у нас есть изменения. Ну, хотя со сборной России мы Францию увидели уже с изменениями. Но они, наверное, чуть позже. Итак. Фопа, естественно, в линии. 27-й номер это Нзименко. 10-й номер это Грасс Зади. И Лора Флип. Ну, она может сыграть как на правом полусреднем, так и на правом краю. Флип с мячом. Флип на Фопа. И это линейная молодая девушка. Конечно, доставляет массу проблем защитникам любой сборной. Но вот и сейчас она сравняла счет. Итак, Стренберг в розыгрыше. Линквист сейчас вышла в центр. Робертс. Линквист возвращает мяч Робертс. В линии Блом. Но до нее мяч пока не доходит. Хотя там старается Линблом расчистить себе позицию. Никак не получается. Робертс. С сопротивлением. Там против нее Беатрис Эдвиж. Очень цепкий защитник. Порой даже очень грубый. Линквист. Это Блом. Робертс. Стренберг. И доводится мяч до края. Но у Ханса мяч выпал из рук. И быстрый переход. Даже быстрый отрыв получается у сборной Франции. Но линейные, наверное, не самые лучшие. Бегуны в отрыв. И Беатрис Эдвиж свой бросок смазал. Не, но бегуны часто все-таки хорошие, Юр. Но как раз таки разыгрывать линейные стараются не давать в переходе. Потому что сложная для них. Ну, даже координационный этот элемент. Спиной всегда к воротам привыкли. Да, но и совсем недавно в чемпионате в мужском как раз таки тяжелую травму тот же Гвардиола получил. Как раз таки в этом элементе, когда разыгрывал мяч. Поэтому, да, старается не делать Хагман мимо ворот. И, наверное, говорили мы бы, что будут разные сюжеты. Но промах Хагман, мне кажется, как редкий такой момент. Ну, хотя у нее эффективность бросков, ну да, достаточно высокая, 78%. Кстати, Эдвиж, да, здесь пыталась на опережение сыграть в том моменте. Пыталась перехитрить, немножко сбить Джессике Рюде. Понимание, в какой момент она будет бросать. Но и не попала сама в этом элементе. Но если говорить про шведок, они играют очень эмоционально каждый матч. Не сказать, что это плохо, но, во всяком случае, мне кажется, помимо сил чисто физических, они, конечно, расплескиваются эмоционально. Но и матчи в исполнении сборной Швеции одни из самых любимых, мне кажется, для всех болельщиков гандбола. Я не говорю про российских болельщиков. В принципе, про всех, кто болеет по всему миру сейчас на этом чемпионате. Шведки действительно с такой страстью играют, ну и потому пропускать такие матчи нельзя. Нельзя, да. Да, шведки, кстати, с лидерами сыграли очень здорово и не проиграли. Ничью сыграли с голландками, ну, со сборами Нидерландов. И ничью сыграли с норвежками. И причем, уступая за полторы минуты два мяча, они смогли матч свистить ничьи. Как раз вот больше на эмоциях. Ну, мы будем надеяться просто для интриги, для зрелищности, что этих эмоций на сборную Франции у шведов тоже хватит. Линблом показывают нам, как забивает второй мяч. Швеция пока впереди. И пять минут у нас сыграно, три мяча забито. То есть, можно предполагать, что сегодня вряд ли мы увидим высокорезультативную игру, где будет забито больше 30 мячей, мне кажется. Ограничатся командой на двоих, забьют 40-45 мячей. И это, мне кажется, будет даже где-то нормально. Ну что, первый семерик назначают российские орбиты в ворота сборной Швеции. Тут флипы остановили неправильно. И идет Алисон Пиноа, штатный пенальтист. Не так много времени игрового проводит на площадке. Но вот семеряки она бросать умеет. Но не в этот раз. А я всегда говорю, с семиметровой еще надо уметь забить. Это да, это понятно. Но семеряки, знаешь, часто есть такое представление и говорят о том, что это лотерея. Но, во всяком случае, про семеряки после окончания времени. Но я считаю, что это... Да, это не лотерея, я тоже не соглашусь. Здесь, конечно, во-первых, игра характеров. Даже может быть между вратарем и игроком, который пробивает семерик. Ну и здесь, конечно, тактически тоже нужно правильно сыграть. Поэтому здесь удача, наверное, на третьем месте после тех факторов, которые мы перечислили. Но я хотела сказать, Юр, что я уже об этом сказала, что шведки действительно очень эмоционально играют. И хотелось бы, чтобы хватило эмоций и на этот матч тоже. Потому что часто, да, мы видим в чемпионатах, ну и вообще в соревнованиях, когда команда выплескивается, в какой-то момент бывает такой провал. Да, хотелось бы, чтобы со шведками этого не случилось. Сзади с мячом. На этом Зименко и флип. Ну, флип, наверное, не самое рослое для такого броска. Хотя здорово выпрыгнула и защиту переиграла. Ну, там Рюде, а здесь доблом, как быстро мяч доводится. И глазе пальчиками и кончиками пальцев мяча касается, но отразить этот мяч не получается. Франция в атаке. Ну, а здесь, ну, что Рюде может сделать? Ничего. Просто смотреть за мячом, который флип посылает в ворота. Ну, помните, сборная России тоже неплохо так начала со сборной Франции. Ну, а если возвращаться, да, к игре сборной России, как раз-таки линейные. Вот сейчас нам показывают крупным планом Линблом. Это предыдущий момент взятия ворот с шведками. Наверное, сегодня на площадке основное вот такое взаимодействие, противодействие между линейными, потому что с обеих сторон очень хорошие игроки на этой позиции. Линблом уже дважды, да, Юр забила. Лора Флип пока не отличилась, но в игре со сборной России была признана лучшим игроком, и это заслужено. Она действительно, Евгений Васильевич Трифилов, кстати, любил такое выражение, когда Анна Кореева играла еще в сборной, что она как гвоздик, на который нанизывается вся игра сборной России. Это я про Анну Корееву, а Анна Лора Флип в сборной Франции тоже как такой стержневой игрок. Вокруг нее, собственно, строится нападение. Фопа, да, извините. Фопа, вокруг нее строится нападение этой команды, ну и за противостоянием этих двух линейных игроков. Интересно будет сегодня понаблюдать, кто же в нем все-таки будет успешнее. Ну, мне кажется, минус Фопа – это все-таки ее возраст. В таком возрасте юном сложно играть без провалов. Юр, вот, это человек, который, мне кажется, это опровергает. Это, наверное, больше об эмоциях, да, потому что эмоциональные молодые игроки, может быть, не так устойчивы, где-то с настроением сыграли, где-то потом сложно этот настрой найти, но Фопа, несмотря на ее 20-летний возраст, как раз-таки очень взрослый в этом плане характер показывает. Ну, посмотрим, да, посмотрим пока те матчи, которые она проводит, и олимпийский турнир, и чемпионат, который мы наблюдаем с вами сейчас, очень стабильно она как раз-таки в этом компоненте. Натали Хагман идет исполнять 7-метровый, и после того, как сборная Франции сначала сравняла счеты, затем и нарушила правила, и Хагман просто молодец. Выводит вновь в сборную Швеции вперед, переигрывает она Лора Глазе. Как за мячом, да, смотрела Лора Глазе, и учат, конечно, играя в гангбол, что в защите, что вратарей смотреть не на корпус игрока, который обыгрывает или бросает. Обязательно следить за мячом. Ну, по руке играет. Итак, Франция атакует, Гасурс в линию. Ну вот Фапа не может пока переиграть Рюде. Зади, по центру, флип, Зади, против нее Блом. До флип мяч доходит, и та все-таки в краю умудряется сделать передачу. Красиво забивает Алисия Тублан. И вот Алисия Тублан, по-моему, заявлена как раз правой полусредней, а вот играет вместо Лоры Флип на краю. Вот такой вот интересный ход от Крумбольца. Ну, хотя Флип на всех, наверное, международных турнирах, не знаю, в клубе, по-моему, тоже ее используют как на краю, так и на задней линии. Не получается шведкам забить, есть возможность у Франции выйти вперед. Хагман присматривает так за Нзименко индивидуально. Ну что, пока Тублан неплохо смотрится на краю. Ну, вообще, на этом чемпионате неплохо она, да, смотрится. Первый ее турнир, если не ошибаюсь. У Алисии Тублан смотрится пока неплохо. Это Грозадии. Ростовчанка. Ну, есть в команде Франции два представителя российской суперлигии. Это Беатриса Гвижа и Грозадии, которые играют в Ростов-Тоне. Робертс. Плохая передача. Нзименко ее перехватывает, но сама не решилась бежать. Спокойно дождалась поддержки. А вот почему... О, ну, Рюды молодец. А почему шведки не стали бежать? Там три игрока сборной Франции обогнали всю оборону Швеции. Ну, они, во-первых, не ожидали даже такую паузу. Француженки возьмут в центре. Тоже понятно было, что момент по скорости решен. Они его проиграли, но потом уже, да... Ну, так паузой убегите. Когда ускорятся. Да, но не забили француженки в стопроцентном моменте. И теперь Швеция. Швеция атакует. Стромберг. Клинквист. Все равно непонятно, почему Стромберг не бросает. Как раз на чемпионате в Японии она вдруг неожиданно разобивалась с задней линии. Но вот здесь мы почти не видим ее дальних бросков. Семь метров. Еще и две минуты для Алисии Тубланов. А там можно было по цепочке ноги, наверное, давать две минуты. Три человека Робертс остановили. Ну и Натали Хагман. Не меняются галкиперы сборной Франции. Остается Глозер в воротах. По-моему, коснулась, да? Воскликнула. С сожалению. Воскликнула. С сожалению. Ну, смотрим. Коснулась или нет? Да. Да, да. От ее руки мяч уже дальше в ворота уходил. Но Хагман, конечно, машина по забиванию мячей. Мячей при этом делает она это, конечно, так, во-первых, вариативно. Во-вторых, раскрепощенно. Классная гонболистка, конечно. Француженки в атаке. Но с характером. Там в клубах тоже тренерам доставляют головные боли. У Юр нет классных гонболисток, у которых нет характера. Это 100%. Другой вопрос, что да. Разные грани его ярко проявляются то у одной, то у другой гонболистки. Ну и, кстати, уметь собрать все это в такой стройный букет из 14-16. Прекрасных цветов еще надо уметь. И если касаться как раз-таки персоны Оливия Крумбольца, он решает эти вопросы, наверное, в чем-то схожем с Евгением Васильевичем Трифиловым. Подбирают они психологи очень хорошие и нередко сравнивают этих двух специалистов. Специалистов гонбола, да, друзей так и есть. Это действительно очень важная сторона игровых видов спорта. Не просто набрать хороших игроков, а уметь создать эту химию внутри, но изначально подобрать тех, кто сможет между собой взаимодействовать. Часто бывает так, что игрок очень хороший, но удивляются болельщики, например, почему его нет в составе или еще как-то не может он себя проявить. Но здесь вот эта вот спортивная командная химия, это, конечно, не менее важно, чем бросковая физическая и другие виды подготовок в гонболе. И именно поэтому вот эта многогранность нашего вида спорта и притягивает, конечно, внимание. Хагман прошила там сверху ворот, это обалдеть просто, какой бросок. До этого технично так играло-играло. И здесь вот если мы говорим о том, какая тактика, здесь Хагман уже гадать не стала, абсолютно поменяла бросок и добивается успеха. Ну ты уже говорила в каком-то репортаже, что если вратарь остается на линии, то все-таки применяется больше такой силовой бросок. Да, но сложнее сделать это именно крайним игроком. Ну да, соглашусь, там все-таки с краю более техничные игроки. Вот, а при этом Хагман, да, и, как мы сказали, прошить может и технично сыграть, и еще и в отрыве. И убежать. Убежать. Хагман солирует пока в этом отрезке. И шведки будут. Четыре мяча из семи. Ну, правда, три из семиметровых. Здесь, да, повезло, сборная Швеции попала... Серсиену Галин в штампу. Это позволило шведкам выйти вперед. Ну что, середина тайма у нас и абсолютно равная игра. И, ну, раз игра равная, можно и упомянуть регламент, тем более, что мы уже вокруг семиметровых немножко поговорили. В случае ничьи два тайма по пять минут будет сыграно. Если снова ничья, еще два по пять, ну, чтобы наверняка выбить победителя. Если и там не будет победителя, ну, тогда уже семиметровые броски. Но, наверное, в последний раз до семиметровых доходило очень-очень давно. Честно говоря, так не припомню, когда такое было в последнее время. Ну, вот и семиметровый назначается в ворота сборной Швеции Анна Лагерквиз, которая тоже представляет Ростов-Дон, так же, как и Эдвиж Задии. Зарабатывает свои ворота семь метров. Задии идет бросать. Ну, вот сзади умеет бросать, но, все-таки, это не самый стабильный игрок при исполнении семиметровых. Красиво. Очень красиво. Да, там было видно, что это такая мягкая подкрутка из первого повтора. Ну, а здесь в замедленном повторе видна вся красота этой подкрутки. Там Рюда не успевала над головой руки соединить. То есть это, как Юр считается, сам на воротах играешь, да, такая мертвая зона, куда просто неудобно руки поднять. Ну, очень рискованный бросок. Попала бы в голову, красная карточка сразу бы была показана. Да, но это при этом, при том, если вратарь не делает движения. А, как раз движения нет. Да, да, если я просто пошире раскрою, если вратарь делает движение во время броска, ему попадает мяч в голову, там уже не фиксируют нарушение в виде красной карточки. Шведки. Поворотом бросили, пожалуй, это одна из неподготовленных их атак. Чаще они все-таки дольше мяч гоняют. Ну, а что арбитры? Арбитры пока незаметны. Это лучшая, по-моему, похвала для арбитров. Пока дают командам играть в такой нормальный контактный гонбол, но не перебарщивать с этим контактом. Так, появилась у нас на Канди вместо Градзе Адив Роза Гриши второй номер. И появилась Алисон Пино. Не так часто она, кстати, в атаке-то появляется. Как классно сейчас Анна Лагерквист остановила. Здесь уже Алисон Пино пытается остановить. Не такая рослая, но очень цепко работает. Во-первых, правильно выбирает позицию, ну, что, собственно, и позволяет ей так четко в защите отработать. Снова она и Пино против нее останавливается. Ну, а Палета Фопа свою работу делает. Вот эта малышка сборной Франции насколько вариативно играет. От нее, конечно, сейчас нужно ожидать опасность. Игра сзади в центре заменилась. Ну, как же работает лагерка. Классно. Это вот самый... И вот чуть-чуть раньше, буквально 30 секунд назад, когда Фопа ей ставила корпус, она ее не могла уже обижать, она просто руки ей просунула подмышки. И подбивала руки на случай, если та будет вылавливать мяч. Ну, конечно, лагерка есть просто молодец. По мне, как один из лучших линейных на сегодняшний день. На чемпионате мира. Лучших линейных или лучших защитников? Защитников, да. Прежде всего, защитников, да. Конечно, в атаке лагерка есть, наверное, не самый эффективный игрок. Но тоже здорово она работает ногами. Но вот как центральный защитник один из лучших. Подзамучили тут Алисон Пино в этих четырех моментах. До этого лагерквист вынудил ее там неподготовленную атаку сделать. И здесь продолжила атаковать Пино уже Йемина Робертс. И та удаляется на две минуты немножко передохнуть. Хагман. Снова на семиметрах. Интересно, какой на этот раз будет бросок. В подмышку. Все они разные. Ну, давайте вот сейчас будет повтор, да, как раз со спины. В мертвую зону тоже для вратаря. Ни ногу не успеть поднять, ни руку опустить. Ну вот, эффективность бросков Хагман мы видим за весь чемпионат. Всего два промаха. За все матчи показатель просто отлично. 21 мяч, она уже забила с семиметровых. Сзади. На Канди. Здорово. И там, по-моему, еще прицепом две минуты. Так, да. Две минуты. А для кого? Для Блома или для Лагерквист? Тут отложенный. Отложенный, да, похоже, для Лагерквист. Блом остается на площадке. Действительно, Анна Лагерквист, хорошо знакомая с Татьяной Березкой и Викторией Албаидзе, отправляется на две минуты. Шведки с пустыми воротами. Шведки в шестером. То есть в атаке их больше, чем защитница во Франции. Мари Хагман где? А, нет, это не Хагман, прошу прощения. Это Карлсон же появился. А вот и Хагман. Вот она во всей красе. Вот ее и с игры она наконец-то забила. Как классно она это сделала, да, так долгую паузу выдержала. И непонятно было, во всяком случае, да, понятно было, что вроде как на силовой такой бросок рассчитывает. И там высоко, в дальний угол вытягивала вратаря. И в конце перевела. Мне кажется, неожиданно. Даже два раза будешь смотреть, и два раза не поймешь, как исполнить бросок Хагман. Мастер, конечно, высокого уровня. Агро сзади делает стяжку. И там не стало проскакивать. Мощно. Уголен выпрыгивает. И практически вместе с защитником мяч забивает. Обыгрывать не стало. Вот здесь, да, высоко поднялась. И забивает. Равно играют команды, но при этом, да, вот нет таких страстей. Как мы привыкли в исполнении сборной Швеции видеть, такое ощущение, не ощущение, а вот есть такое, что более-менее спокойная игра в плане эмоций проходит. Но пока игра получается, и пока особо не отстают, то есть вровень идет, пока некуда расплескивать эмоции. Постановка выполняется. Так, а здесь что, игрока или все-таки, да. Нет, остается мяч у сборной Швеции. Ну, там, наверное, и на Длинук это можно было. Успели шведки, да, использовать вот это численное преимущество. Да, да, да. Алисон Пино только там зашла на площадку шестым игроком, но шведки четко рассчитали все. И на последних прям секундах этого удаления мяч забили. У шведок еще удаление 20 секунд. Они защищаются в пятером. Успеют ли использовать численное преимущество француженки? Зади оставляет мяч Гален. Да, дальше в край Гранье. Алиси Гранье по перекладе не играет. А какая передача-то, а? Вот Асиан Серсье Нугалин. Сначала возмутился, потом, ну ладно, все хорошо, не попали. Да, Томас Ахмер. Сразу такая череда эмоций буквально за одну секунду. Карлсон, Робертс. И отбирается мяч. Классно перехитрили Робертс. Она уже последний шаг делала. И не заранее француженки вышли, а именно в тот момент, когда у нее оставался всего один шаг. И заставили сделать ее, эту техническую ошибку. Хотя, именно Робертс и мем редко грешит. Но вот если говорить об игре защиты, мы часто к этому все равно возвращаемся. Потому что, интересно, да, как играть с тем или иным игроком. Вот по моим, во-первых, ощущениям, играть против Линблом настолько сложно. Она, во-первых, габарит недостаточная игрока. Очень одарена физически. И позицию занимает очень здорово. Жалко ей, да, видно, как она на эмоциях прыгает. Такая была чистейшая ее позиция и передача. Она вот здесь через бедро. Алисон пином сваливался игрок. И потому оставили 9 метров. Паидзе и Березкина. Но здесь завершила все-таки свой момент. Нина Дана. Забивает 11-й мяч. Швеция ведет к из-2. Нам показали количество потерь. 6 потерь было у Швеции. 2 потери всего у Франции. И замена вратаря произошла. Глазе покинула ворота. И вышла Клеопатер Дорле. Робертс. Так, сейчас она справа. Производят замены. Тайм-аут берет Томас Ахнер. 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 Ну что, тайм-аут берет Томас Ахнер. Тайм-аут берет Томас Ахнер. Ну, кстати, синекрасных очень много здесь сидит, а вот шведский сектор, он есть, но, наверное, такой многочисленный все-таки от Франции до Испании. Быстрее и легче добраться, чем из Швеции во Францию. Робертс Карлсон, попадает она точно в Дерлеон. Это дает возможность теперь на спиннах протоковать, нет, уже шведки вернулись. Тем не менее, тут такой с уалом одиночный от Грозы Одет, своих ворот практически она ввела этот мяч через один пас, вот, пыталась выйти на бросок. Не получилось, зарабатывает 7 метров за счетов площади ворота у Робертс. Ну, и жест о замене говорит, ну, кто будет заменен, не важно. Сейчас Элисон Пино идет бросать 7-метровый, и пока она точно бросает Джессика Рюде. Этот бросок отразить не мог. 11-11 у нас ничья. 6 минут еще играть в первом тайме. И несмотря на то, что вроде не так наколены страсти в первом тайме этого матча Швеция-Франция, но при этом время пролетело незаметно. Я даже не смотрела за табло. О, здесь подбор остается за Дану, да, прямо точно руки ей отлетает мяч после ее же броска. Дерле здорово сыграла вот в этом эпизоде ногой, да, ногу оставила по центру, а дальше уже не хватило вот этой разножки, чтобы перекрыть площадь ворота. Видно, Швеция Павелан, сзади с мячом. Не знаешь, Юра, сейчас вот после этих двух бросков, которые исполнила Ассиана Сарсиену Гален, сейчас она заменилась на лоруфлип на правом полусреднем, но лоруфлип, собственно, сейчас, я думаю, примерно в той же манере будет играть. Я сейчас обязательно вернусь после этого перехода к тому, о чем хотела сказать. Шведки с мячом. Пытаются быстро доиграть, но нет, здесь уже останавливается этот переход, и он не просто останавливается перехватом сборной Франции, он заканчивается, Клое Валентини забивает этот мяч. Ну, а француженки, вспоминается мне тот матч против сборной России на Олимпийских играх, которые прошли в Токио, там француженки, знаешь, вот таким простым гонголом нас обыграли, пользуясь тем, что чуть прижались к зоне, вот эти простые проскочки, которые как раз-таки Угален сейчас в двух атаках сделала, ловили нас на этом, Лора Флип тоже этим отличается. Ну и, в принципе, если шведки сейчас будут прижиматься к зоне, снова такое ощущение, что поймают именно эту игру француженки. Посмотрим, перестроятся ли шведки в защите против такой игры. Во всяком случае, вот эти две атаки, да, у Угален прямо напомнили эту игру, ту встречу. А пока шведки снова играют, да, Линд Блом смогла Эдвиш этот мяч перехватить, хотя Линд Блом занимала очень хорошую, выгодную позицию в линии. Лора Флип и снова с правого края забитый мяч. Ну, это, да, Алисия Туглан вновь отличается. Ну вот, шведки сколько уже потерь совершили, там в какой-то момент показали нам, что шесть было потерь, по-моему, после этого еще две их завершили. Ну вот, если бы этих потерь не было, а потери эти приводили, в принципе, к взятию в ворот. Так что результативные эти потери нужно, конечно, мяч беречь. Вот как ошиблась Нина Дана буквально минуту назад, когда сделала передачу не на того игрока и случился перехват. Очередной нас раз показывает Амур в глазе. Ну, не пошла у нее игра, но есть неплохая сменщица, Клеопатр Дорлё. Который проводит на этом чемпионате неплохие игры. Это хотел сказать, хоть нам этот кадр не показывают, где на атаке и на подборе была Натали Хагман, но было понятно, что мяч будет в воротах. Скорее всего, да. Скорее всего, с вероятностью 99,9. Так и случилось. Натали Хагман этот мяч отлетал, и вот мы наконец видим, да, в какой манере исполнила она этот бросок. Ну, это вот без шансов, конечно. Конечно, если бы только, вот, кстати, в мужском гандболе было, когда Россия со Швецией играла, и вот палечка вытащила ногой из девятки, из дальней, вот только если так Дорлёк сыграла, может быть, отразил этот бросок. Ну, а такое ощущение, что раскачались обе команды, причем вот к этой 28-й минуте, ну, неважно, даже по секундам сглазили мы немножко Натали Хагман, а важно в плане, да, временного от этого отрезка к концу первого тайма. Обе команды вернули вот эти эмоции и чуть быстрее начали играть. И с одной, и с другой стороны. Ну, купила сейчас Дорлё Хагман, открыла ближний угол, ну, потом там мяч поймала. Ну, и в ответ сейчас француженки могут выйти на плюс два. А плюс два было, если бы ой-ой-ой, ничего. Ну, было сложно, да, за этим моментом уследить. Самое главное, конечно, такой ситуации забить, как в одном из интервью Екатерина Ильина сказала, когда мои партнерши по команде бьются на площадке и таким трудом добывают эти симметровые броски, я не могу не забить, ну, так и здесь. Хагман, конечно, не могла не ответить на этот... Ну, вот смотрим. Да, отмашку такую против ее партнерши Эмилина Канди. Вроде и боролась за мяч, не сказать, что это умышленно, но да, так. Но все равно это наказывалось. Отмахнулась, да. Я просто думаю, Виктория... О, Паидзе или Татьяна Березкина должны были реагировать. Татьяна Березкина, мне кажется, они просто начали уже реагировать... На движение. На движение игрока, который в отрыв уходил, потому что там надо вместе с ним бежать и считать шаги, и смотреть за линией. С этой задачей они справились, а тот момент, конечно, уже прошел, не успели на него отреагировать. Крумбойс берет тайм-аут при счете 14 за минуту до перерыва. Грауна Кандид. Грауна Кандид тазла дала ухи. Грауна Кандид. Грауна Кандид. Вся красота Элисон Пино на ваших экранах и веселые болельщики сборной Швеции и спокойной сборной Франции. Показали нам немного эмоций. Последняя минута первого тайма. Поехали Франция в атаке. Счет пока ничей нет. За один. Может бросить, может, но не в этот раз. Правда, мяч? Да, мяч остается у сборной Франции. Спешить тоже не надо, потому что время на атаку обнуляется. Вратарь коснулся мяча. За один. Кандис. Вышел, да, вагалин. Вагалин с мячом. За один паз линию. Фопа. Семь метров. Но только сейчас, да, Фопа выходит на аванс сцену в конце первого тайма. Ну и, как, собственно, отмечали мы, что и темп высокий. Команды начали демонстрировать только в его концовке. Быстрое передвижение заставило открыть центр. И это одна из первых передач на Палету Фопа. Даже не стало Юхана Гунсен что-то пытаться изобразить в воротах. Ну что, есть пять секунд. В принципе, можно и забить. Три секунды. Кто-то подскажет. Ну вот, наконец-то она бросила. Карин Стронберг сравнивает счет. Он вместе с Сиреной. 15-15. Команды идут на перерыв. Мы тоже отдохнем. Ждем второй тайм. В предыдущем матче группового этапа, основного группового этапа. Но это Хагман и Робертс. Тоже главные героини первого тайма. Статистика. Эффективность бросков у Франции 60%. У Швеции 71%. Получше смотрится шведцы по эффективнее в бросках. По бомбардирам что у нас? Четыре мяча у Алисии Тублана. Вот так вот, да, и не скажешь вроде бы. Так незаметно, когда третий номер действовала. А забила уже четыре мяча, между прочим. У шведок, ну тут даже можно не смотреть, это конечно же Натали Хагман. У него уже восемь мячей за первые третий. Ну мне кажется и в общем, да, реализация сборной Швеции, ты сказала, что она выше, чем у францужинок. Мне кажется, в большей степени за счет правильных и четких действий. Хагман, да, удивились мы, мне кажется, у нее всего лишь два промаха было в игре в первом тайме. Удивились мы, когда в принципе первый-то случился. Ну да. Ага, в воротах у Швеции Йохана Бунсен. Ну, сейчас это не важно, потому что Швеция в атаке. К сожалению, на портале Международной Федерации статистика не полная, такая поверхностная. И вот нет у нас статистики по вратарям. Швеция в атаке, Стренберг в розыгрыше, Робертс, Стренберг. Ну, Карлс, по-моему, действует. А это до края мяч доводится. Ох, а пускает этот мяч Дорлеон. Но я думаю, что это все-таки мяч вратарский. Ногами она так, не знаю, не доработала. И Хансен забивает 16-й мяч, 16-16 у нас. Вбегали француженки быстро в атаку и сравняли счет. Ну, вот как раз-таки была иллюстрация того момента, о чем я говорила. Лора Флип сейчас, не особо там раскачивая защитника, в принципе, запрыгнула на защитниц между ними. Забивает в такой манере француженки, если не идет у них позиционная атака. Ну, и, кстати, есть в арсенале француженок и броски с дальней дистанции. Но пока мне не Грасс за Ади, не Алисон Пино. Не вспомню я такого, чтобы было много атак с дальней дистанции. А вот эти проскочки есть в их арсенале. Ну, да. Блом, Робертс, Наталин Квест. Кстати, в атаке сегодня у шведок в линии Лагер Квест мы не видели, по-моему. Все через Блом. Лагер Квест выходит только обороняться. Хотя на этом чемпионате Лагер Квест тоже в атаке принимал участие. Не получается бросок у Линквист. Блок здесь отрабатывает здорово у француженок. И тут же следует наказание французской сборной. Короле Лесурс переигрывает Бунцер. Не знаю, конечно, есть определенные договоренности, наверное, между вратарями. Ну, и тренер тоже иногда выпускает по тайму вратарей. Но, не знаю, был бы ли смысл Джессику Рюде менять. Вроде бы, неотносительно неплохо она смотрелась в первом тайме. Посмотрим, может быть, у Бунцера игра пойдет совсем по-другому. Робертс с мячом. Линквист. Хороший пас на Хангман. Но то и атаковать неудобно. Зато отпасовать она смогла. И Блом вновь забивает ворота сборной Франции. И по-прежнему у нас ничья 17-17. Ты говорил, Юр, о том, что не так представительный сектор шведских болельщиков. Но они там замешались с теми, кто остался после игры Норвегия-Россия. Норвежцы там поддерживают своих скандинавов. Видишь, там замешались они вместе. Как раз нам хорошо показывает трибуну. Но и замешавшись вместе, они как раз таки составляют цвета испанской команды. Штанги и мяч в таких цветах раскрашен. Так символично, красиво они там сидят. Обратили мы на это внимание. Ну а Франция повела в счете 18-17. Посмотрим, разобьют ли они свой успех. Напомним, что первый тайм проходил как раз таки в равных курсах. Никто больше, чем на два мяча не отрывался, да, по-моему, в игре? Да. Максимум было два мяча, по-моему, в сборной Франции. Швеция, по-моему, не вела в счете два мяча. Ну такая, да, качельная игра у нас. Надеемся, что будет она до конца. Интрига будет сохраняться до конца. Для болельщиков это всегда интересно. Да, ровно пока не нащупала ни одна из команд такого вот яркого всплеска, знаешь, с которого сразу несколько мячей забили и ушли в отрыв. И слабого места у соперника. И в защите не особо перестраиваются, не обостряют игру. Знаешь, такое ощущение, что пока придерживают, в принципе, все эти страсти и эмоции. Вот вам, пожалуйста. И страсти, и эмоции докрутило, конечно, этот момент против Нзэ Минко. И сама там то ли плачет, то ли что происходит? Стрёмбург там осталось до этого момента доиграть. Левье Крумбольс видел, да, хотел водички попить. Вроде как там уже заканчивался момент, но там он просто не мог это сделать. Нзэ Минко. А что она возмущалась? По-моему, все справедливо, нет? Ну, здесь такая откоренность. Стрёмбург была некая хитрость. Могла, конечно, она просто выше подняться, наоборот, ну и спустить на тормозах, как говорится, этот момент. Но она его действительно докрутила. Остается Франция в меньшинстве. Ну, а кто бы не докрутил, если есть возможность? Ну, кто менее опытный, не докрутил бы. Ну, а Стрёмбург действительно с прошлого крупного турнира получила такую дополнительную опцию. Не так часто мы видели её до него в нападении, но здесь всё больше её использовали. Поэтому действительно сегодня удивительно, почему она бросает мало. Хотя, вспоминая её игры раньше, собственно, для неё это привычная ситуация. Да, и умеет же она бросать, но это странно. Ну, может быть, в тяжёлый момент начнёт спасать родину и расчехлить своё дальнобойное орудие. А пока же Швеция нарушает правила в атаке и обороняется. Француженки с пустыми воротами. Флип. Ну вот они, дальние броски. Это Арлан Канор. Она умеет выпрыгнуть очень высоко. Классно. Арлан Канор, да, исполняет. О, хорошо отрабатывает здесь Ля Сурс. Смахивает эту передачу, которая на Хагман шла. Хотя у Хагман там возможности для атаки всё равно и не было. Слишком острый угол. И накрывали её. Клинка есть Стрёмберг. Ну, как активно, да, Ля Сурс атакует. Француженки поменяли немножко свою оборону, да, они не перестроились в какие-то стандартные расстановки 5-1 или 3-3 или как-то, знаешь, там, когда выдвигается, там, несколько игроков активно. Ну, а вот эти точечные выходы дальние на игроков, они используют стали. Шведки пока свою игру практически не перестроили после перерыва между таймами. Сейчас хорошо было по этому эпизоду, по повтору видно, как отработали защита с Дорлё. Как накрывал блок дальний угол, и там Стрёмберг не оставалось ничего делать, как бросать в ближний. А уже Дорлё это спокойно контролировало. Ну, правда, и Стрёмберг не попало в ворота. Ну что, плюс 3 и плюс 3. Ну и, кстати, что у нас с Бунценте ни одного сейва пока вот за эти 6,5 минут. Не знаю, стоит ли задуматься об обратной замене вратаря или вообще выпустить Ювелину Эриксон, которая в своем матче против Норвежек же она начинала и очень здорово, первый тайм провела. Может быть, стоит и её попробовать. Сейчас шведки проигрывают три мяча, и это, возможно, может сейчас стать ключевым моментом, если шведки... Ну вот, сейчас ещё и на четвёртый мяч преимущества француженки могут устроиться, и это может плохо закончиться для шведок. Вот, если честно, не припомню, как по счёту развивался матч между Швецией и Норвегией, было ли там у норвежек преимущество в 4 и больше мячей, но там шведки матч спасли. И количество потерь нам показали, 10 потерь у сборной Швеции, это очень много, потому что француженки 4 раза мяч теряли. Ну и вот здесь везёт. Бунцем всё-таки кончиками пальцев мяч переводит в перекладину. Ну и для интриги нужно забить. Два мяча отставания, это не страшно, тем более играть ещё 22 минуты в основное время. Робертс, Линквест, возвращает мяч Робертс. Активная оборона сборной Франции. Ну обычно это, Юр, не страшно, да, когда видно, с чего команда сможет добавить, пока не так ярко шведки проводят свою игру. Да, и вот эти эмоции, о которых мы в самом начале портажа говорили, коими славится эта команда, на которых они, собственно, часто добывают эту хорошую игру. Их сегодня нету, не так искрят шведки, но и нету ярких лидеров. Хоть Линблом даже играет достаточно результативно в линии, но она всё-таки игрок зависимый и без игры яркой задних игроков не сможет стать вершителем, естественно. Победа для шведок, пока они ещё одну потерю совершают, и француженки могут оторваться уже на 4 мяча, а вот это уже действительно будет таким звоночком в этой встрече, которая в первом тайме проходила наравно. Шесть минут не могут шведки забить, и, если честно, что там сейчас Хагман показала в атаке, непонятно, могла, в принципе, сама бросать, а то ли мяч сорвался, то ли передачу она задумывала, но мяч просто отдала сборной Франции. Ну, а здесь продолжает Паулета Фопа, никто её удержать не может, всего второй гол. Забивает и спешно берёт тайм-аут сборная Швеции. Томас Ахнер всех вызывает к скамеечке. Сборная Швеции. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и спокойно короли Лесурс забивает очередной мяч Семером по-прежнему шведки Вышла в атаку теперь и Лагерквист в линию Робертс Стромберг возвращает Робертс Линквист Все равно, да, француженки, как активно они двигаются Выходят на игрока, владеющим мячом Стромберг, ну вот, вот, она умеет А вот в этот раз на нее никто не вышел Да, но здесь уже спасается действительно наставник Швеции Добавляет он и в атаку игрока Слушай, а как ты относишься к игре в Семером? Потому что вот очень много тренеров Говорят, что на самом деле Это такая практика, ну, не то что порочная Но они выступают против И на уровне правил Хотят как-то ограничить, чтобы в Семером играть Ну, потому что нереально обороняться Если против играющей команды нереально обороняться Не знаю, мы недавно оборонялись Очень даже Реально тут, ну, это, конечно, больше для нападающих Часто видим, что если нет хороших исполнителей То, собственно, не особо эффективно Я даже больше с этой стороны поговорю об этом большинстве Не особо эффективна эта игра А вот если у тебя есть хороший линейный И центральный игрок, который умеет хорошо поддержать Двух защитников То здесь, конечно, эффективность возрастает Я, не знаю, я не против Мне кажется, чем больше интересного привнесут наш вид спорта Тем лучше Можно учиться играть против этой защиты Придумать какие-то контур-выпады Ну да, возможно А у нас, кстати, Клеопатер Дерлеу забивает пятый мяч на этом чемпионате Ух ты, опять на перехват Француженки выходят Да-да, Юр, она, наверное, среди батареи самая результативная, да? По этим компонентам Самый забивающий вратарь Хагман Что она вытворяет этой рукой И она настолько нестандартно ей действует Сейчас в лицо чуть не попало, кстати Вот смотрим Да, ну угол, смотри, какой острый Да, угол острый Ну и почти получилось Ну вот тут уже и где-то невезение И преимущество француженок растет уже Шесть мячей Юр, ну вот мне кажется, сейчас уже к этой 42-й минуте игры Видно, что вот ресурсов действительно не хватает шведкам Видно, что нету Не могут они ни в эмоциях добавить, ну ни пока в игре И какие-то спасительные уже меры Хотя еще целых больше чем 15 минут в тайме играть Но от них пока энергии, знаешь, такой нету Ну и, конечно, для чемпионата мира Для зрелищности этого турнира Конечно, предпочтительно, чтобы прошла команда Которая может, ух, финал выдать Ну да, я согласен Классный Но не напоминает это Олимпиаду, как шведки здорово там всех поначалу удивляли А потом просто в какой-то момент сдулись Ну это уже действительно второй турнир, в котором шведки во всяком случае запомнятся яркой игрой И я вернусь опять к матчу с норвежками Как здорово они в нем выглядели Время есть Я еще раз говорю, здесь не все потеряно Потеряно для шведок, но вот дополнительные факторы пока не в пользу их, говорят Лин Блом отличается в очередной раз Чуть подсократило отставание в счете На середину тайма у нас Конечно, уже в такой игре большое преимущество И еще от второго тайма 8-3 в пользу сборной Франции За один Возвращают ей мяч Сама идет Это бросок шести метрам И защита площади ворот Тут российские арбитры четко действуют И назначают семиметровые ворота сборной Швеции Ну на шести метрах, да, стоят шведки Там опять-таки теперь уже игра сзади Не представляла сложности заработать этот семиметровый штрафной бросок На нем Алисон Пино Слушай, ну, когда он так между ног попадает Ну, на самом деле рискованный же бросок Ну, он рискованный, но он, знаешь С одной стороны, да С другой стороны, не бывает такого, чтобы ворторию статично оставались на семиметрах Совсем не двигаясь Это, знаешь, такой основной элемент Как азбука, знаешь, что на носочках должен двигаться И немножко, как бы, реагировать на мяч И ноги хотя бы на ширине плеч Да, и это, если отработать именно точность попадания Не в ногу, вот эту движущуюся А вот в эту, опять-таки, мертвую зону Что исполняет Алисон Пино Да еще сам отскок добавляет сложности броску Он кажется рискованным На самом деле надежный Ну да Карлсон у нас Отквитал основу один мяч По-прежнему плюс четыре преимущества Флип Хороший перевод Спокойно И при этом Она, да, ростом-то Не выдающаяся Ну, как здорово она дальние броски совершает Так, шведки тут уже на грани потери действуют По-прежнему в семеро Ну да, сейчас длинный атак у них не получится Потому что за центр поля мяч улетал Еще пара передач И поднимут руку об атаке Наши арбитры Поднимут руку Взятие ворот Шведки быстро этот момент все-таки Докрутили Забивают они мяч 25-21 Не получилось наскоку проатаковать на спинах шведок Поэтому француженки расставляются в позиционной атаке Выходит Возмутирует спокойствие Поле это фопа Она сегодня всего два мяча забила Но все равно она Угрозу шведским воротам предоставляет Представляет Там с ней очень тяжело, конечно, бороться Зади Флип Пас край Здорово О, нет, ну тут заступ был Да, да Бунсен радуется своему сейву И покидает ворота Потому что нужно седьмого полевого выпустить Вот, смотрим Не получается у Тублан в этот раз переиграть Бунсен Ну и пока смотрели сейв Пропустили гол Да Мы давай, Юр, посмотрим Кому Хитрый лис Уже, да Прилипла эта Кличка Калевия Крумбольц Кому он дает уже отдохнуть Пока не принимает участие в игре Нарисон Пино дал он ей Такое ощущение, что уже отдыхать Лору Флип тоже Палета Фопа тоже не так много участия в игре принимает И вот здесь У них сейчас борется Да, но вот если Еще будет возможность оторваться на пару мячей Я думаю, там уже где-то побережет он силы Игроков, чтобы Сейчас шведки уже не всемиром, кстати Да Так, два линейных А вот сейчас всемиром Робертс ждала Когда Бунсен покинет ворота Ну и спокойно всемиром позиционную атаку проводит Ну смотри, получили два мяча по пустым воротам шведки Но все равно не стали перестраивать эту схему Всем полевых Вот и третий мяч получают Ну там Смотри, почти прошла передача Не зацепилась лагерквист Но на нее воздействовала Фопа Подталкивала И все равно всемиром Ну видел, Лакснер, да Что не хватает мощи и атаки И его командор рано начал спасаться Ну и, собственно, ввиду этого С пустыми воротами Остался И на этом Француженки забили легкие мячи Ух, классная передача Обошла игрока И так практически спиной Находясь Клинблом Отдавал эту передачу Красивый действительно момент 26-23 Шведки еще борются Да, ну и Блом 5 из 5 И передача Карлсон Тут, наверное, в учебнике, да Заносить Хрестоматийный случай Как действовать В таких ситуациях Да, 11 минут Три мяча отставания Шведок Флип Сзади Флип Перевод в край Нет, оттуда неудобно будет атаковать Поэтому еще раз прогнать Мяч по задней линии А руки уже подняты И сколько передач Интересно осталось у француженок Так Что? Нервы? Ну, может быть, торопятся Оформить свою путевку Француженки Я думаю, они А чего торопиться Тяни время Не допустят Этого следующей атаки Но Юра На эмоции Всегда, да Знаешь, когда вот оно рядом Хочется еще это Немножко Поторопить Посмотрим Справятся ли с этими эмоциями Француженки А пока Медвиж справляется Здесь В центре С Карлсон С Карлсон 9 метров Хотя такая трель была Оказалось Сейчас Какое-то Наказание будет Француженкам Серьезное Робертс Карлсон Робертс Карлсон По центру Робертс Скидка На облом А то и даже Не дают нагнуться Этвиж Ее держит Очень-очень плотно Руки подняты У арбитров Не получилось Ну Карлсон Поактивнее Конечно Действует Во втором тайме В первом Если честно Не сильно Припомню Ее Активные действия Ну вот Во втором Когда играют Семером Карлсон Ну да Вот это вот Шикарная передача Конечно Запомнится Француженкам И тайм-аут Берет Оливье Крумбольц Француженкам Услышали мою знакомую фамилию Из уст Оливье Крумбольца Очевидно Какая-то комбинация Имени Лакрабер Да Есть там Было В арсенале Сборной Франции Такое Высокое Забегание Этой Левшим Практически Там она С левого Полусреднего Атаковала Посмотрим Осталась Эта комбинация Имени Лакрабер В арсенале Сборной Франции И ее ли Они будут Исполнять Широко Расставляется Град за один Несколько раз Прогнала мяч Ну и здесь Уходит Лора Флип В линию И стяжку Француженки Играют Уверенно Вторую половину Второго тайма Давлеют они Над шведками 27-23 10 минут Остается Играть Да Равно Всемиром Шведки Карлсон Там Петрен Действует На правом Полусреднем Праворукий Игрок И Роберт В сложной Ситуации Но смогла Возможность Получить И забить И кстати Первый мяч Роберт Сегодняшний матч Всего лишь Ну и вот Прошлая Атака Изберна Франции Зади Ого Зади показ Что будет делать Передачу На Флип А потом Идет в прорезку И переигрывает Спокойно Вратаря Второй мяч Газзади В этом матче Не очень-очень важный На 52-й минуте Ну что Провальным Получился Промежуток Времени В начале Второго тайма Когда Сборная Швеции Шесть минут Не могла Забить Сейчас-то Команды Действуют Одинаково Ну я имею ввиду Что мяч На мяч Отвечают Соперники Но вот Преимущество Которое Франция В начале Второго тайма Создало То Легко И францужинками Выдерживается Хагман Продолжает Но по временем Если ориентироваться Только на этот Показатель Еще есть время Свести Игру Матч К ничьей Юра Более того Выиграть можно еще Очень хочет Чтобы Эту Редкую статистику Сейчас Команды Показали На этом Чемпионате Возможность Такая есть После ничьей Будет сыграно Дополнительное время Ну и собственно Семь с половиной минут Еще есть У сборной Швеции Чтобы не пропустить Допустим Включить более активную защиту Ну и забить Три мяча И не позволить Францужинкам Спокойно закончить Этот матч В общем Интрига еще Сохраняется Будет много Зависеть от того Как проведут В защите Эту атаку Шведки Они не дают Грасс сзади Забить спокойно Мяч Ну и шведкам Еще нужно Тоже свое Забить А мы видели Что пару раз Было Когда можно Подобраться К францужинкам Достаточно близко Шведки Тоже ошибаются В атаке Но пока Самую сильную Свою сторону Так и не проявили Шведки А это должно Случиться Потому что Это Чемпионат женский Нужно эмоции Включить Обязательно Сейчас посмотрим Небольшая пауза Может быть Тоже на руку Шведкам Сменили мяч Да А что может Мяча не нравится Бывают меня Ну чаще всего Он бывает Перелеплен За то время Как 40-50 минут Игра отыграна Понятно Обе команды Липучкой пользуются И чаще Он перелеплен И как раз таки То чем я сейчас говорил Мне кажется Они не поменяли мяч Потому что он там Откатился Поменяли Да Он там сразу Прилип Сразу там Вместе с заменой мяча Наверное И липучки много Прилепили Но когда он перелеплен Очень сложно Выполнить Этот длинный бросок Через все поле в ворота Потому что контролировать его Или отпустить с рук Очень сложно Ну что Шведки Шанс имели Но передача На Хагман Прошла На слишком большой высоте И Хагман За этот мяч Не зацепилась Сзади Оставляет мяч Оставляет он мяч На конди И та Крутит Вертит Шведскую оборону И забивает 29-й мяч Ну что Снова комфортное преимущество Сборной Франции 29-25 Шведки Упорно Всемиром Атакуют Тайм-аут Томас Акс надберет Ну как по голове Стрельную Лев Ну что Может быть Кто-то Знает Шведский Слушаем Тайм-аут Тайм-аут Смотри какая демократия у Андрея Крумбольца. Был тайм-аут, когда ЗАДИ имела право голоса и провела пол тайм-аута. Сейчас Беатрис Седвиж нам показывает, она заканчивала тайм-аут и Крумбольц с ней согласился. Не знаю, что уж предложила она. Ну это неплохая юрпрактика, потому что, во-первых, игроки чувствуют действительно, как складывается момент на поле и в каком компоненте именно им удобно более удачно сыграть. Поэтому, конечно, эта информация больше не вопреки тренеру, а как раз таки в помощи. Я не говорю, что вопреки. Нет, ну я поняла, да. Я просто имею в виду, что для них это, конечно, помощь. Ну и, знаешь, сама сейчас чувствую, насколько важно иногда все равно выходить на площадку, чтобы почувствовать ритм игры, потому что, находясь в ней, ее сложно его сохранить и чувствовать. Ну а как раз таки такие подсказки игрокам примерно именно это и добавляют тренеру. Мим ворот приходится этот бросок и, наверное... Это ключевой момент. Да, это лишает, наверное, вот этой интриги, которую мы прям хотели зажечь. Возвращается на поле Серсьену Гален. Не так много она сегодня в матче провела минут. Ну и подметим еще и выход Милины Канди. Она тоже в сегодняшнем матче. Знаешь, такое ощущение, что Оливье Крунбольц присматривался. Нужно ли, знаешь, там все силы в матч бросать? Игра показала, что это того не оправдало бы, а вот сохранить силы игрокам примерно процентов 45 его команды действительно силы сохранили, и это поможет Франции в следующем сложнейшем матче. Если он будет. Если он будет для Франции. Ну здесь уже время, знаешь, мы тут недавно сказали о том, что еще есть этот ресурс, но здесь он тает, и он тут еще и травму получает, хоть и незначительную, но Робертс, что не позволит ей... Да, неприятно. Ой, не позволит ей в полной силе сыграть. По-моему, она там... А, да, уходила, но все-таки вернулась на площадку. Ну что, 4 минуты остается, и 4 мяча нужно ликвидировать дефицит сборной Швеции. Это очень сложная задача. И при том, что француженки еще добавили немножко в защите жесткости. Достанет она этот мяч. Еще остается он хорошо, что налепленный на линии ворот. Как поборолась Джессика Риуда срывает аплодисменты, да, в том, что он умеет бороться сборной Швеции. В этом никто им не откажется. Эти аплодисменты именно за этот компонент их игры. Полина Каплина была лучше, когда, помнишь, спиной отразил мяч? Здесь красиво, Хагман. Сложная была ситуация у нее для броска. Слишком острый угол, но не растерялась и подключила блом. А той тоже в борьбе с двумя игроками против Пино и... Кто там была, по-моему, Медвиж. Бороться и смогла... Ну вот, тут могла еще и ногой занести в ворота, но повезло, повезло сборной Швеции. Три мяча отставания. Активно начали шведки обороняться, но и, соответственно, дыры образовываются. За спиной вот этих игроков, которые выходят вперед. Крумбольц. Еще один тайм-аут. Последний берет. Вот уже контрольный. Медвиж. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, во-первых, отобороняться нужно, не пропустить И достаточно быстро забить Казалось бы, на словах это все просто Но посмотрим, как это все реализуется Подняты руки арбитров Сзади! Мимо ворот, свободный Сколько передач? Интересно, вот сзади сейчас узнала у нашего арбитра Сколько осталось передач? Мяч Фопа! И забивает! Ничего себе! Там развернуться-то сложно было А она мало того, что развернулась Так еще и даже не бросила Просто ткнула мяч в ворота Ну, наверное, в этой персональной дуэли О которой мы говорили между двумя линейными Все-таки побеждает Линблом Ну, а в общем счете Конечно же, Фалета Фопа со своей командой Добывает Путевку в полуфинал Да, в принципе, да Две минуты осталось Четыре мяча за две минуты Отыграть, ну, наверное Физически невозможно Хотя Видео в интернете гуляет Как в чемпионате Польши За полторы минуты команда отыгралась Уступая в счете Четыре мяча за полторы минуты Это, конечно, было эпично Ну, а здесь Я думаю, сборная Франции Такого себе не позволит Полторы минуты Просто сейчас на классе нужно сыграть Засушить игру Даже если Сборная Франции Не забьет в своих атаках Просто, наверное, мяч можно Вот так бросать до поднятых рук Пусть и отбирают Пусть шведки и забрасывают Но время-то все равно Работает на сборную Франции И сейчас Очередной мяч Забивает Мерри Наканди Я думаю, можно поздравлять Сборную Франции С выходом на сборную Испании А вот как против хозяев будет, а? Я думаю, непросто Против Испании сыграть В полуфинале Ну а шведки что? Прощаются с турниром И Такое интересное Место по итогам шведки займут Пустые ворота Мимо 30 секунд Шведок Станут ли Ну смотри, еще бегут Еще бегут Что-то забить И тайм-аут Нет, тут свисток Это не тайм-аут Там что-то Со столика Какой-то сигнал подают Неправильная замена Две минуты Отправляется На две минуты Иенни Карлсон Точнее до конца Уже чемпионат Отправляется на скамеечку Крепче нервы Оказались У сборной Франции Но Спасибо Швеции За отличный Первый тайм За отличный чемпионат И Швеция провалила Шесть минут Во втором тайме За которые За эти шесть минут И сборная Франция Задел себе Создала В четыре мяча И этот задел Спокойно держала Это преимущество Четыре мяча Ну что 31-26 Франция Уверенно Выходит В полуфинал Швеции спасибо За красивую игру Швеции спасибо За отличные эмоции Но увы Для них Чемпионат Заканчивается